В день российского студенчества 25 января 2022 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась 19-я Всероссийская научно-практическая конференция «Литература, ведение и эстетика в 21 веке». Мероприятие приурочено к Татьяниному дню. Подробнее в нашем сюжете. Конференция проводится ежегодно совместно Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским федеральным университетом. Название «Татьянин день» включает в себя два аспекта. Во-первых, это продолжение традиции педагогической деятельности доцента Татьяны Геллер, воспитавшей целую плеяду педагогов, ученых-филологов Республики. Разносторонняя научная и педагогическая деятельность Татьяны Геллер является замечательным примером для нынешних учителей, преподавателей и ученых литератур и ведов. Ведь какой самый главный урок для учителя? Конечно же, любить и уважать свою профессию. В течение вот уже 19 лет сегодняшней конференции, 19-е, 25-го января, ну или около 25-го, 27-го, 23-го, 25-го, в зависимости от того, как там с кратными днями получается, проводится эта конференция. Во-вторых, 25-е января – это день российского студенчества. В конференции примут участие ученики, учителя, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вузов России, а также сельских школ районов Республики Татарстан. Следует отметить, что количество и география участников конференции ежегодно расширяются. Перспектива я вижу в том, что каждый год у нас появляются новые участники из Москвы, из Ижевска, из Калмыкии. Сегодня были они замечательно в своих национальных костюмах, сразу выделяются среди других учеников. И таким образом конференция стала всероссийской. И даже в прошлом году у нас активное участие приняли участники из Казахстана. На пленарном заседании конференции были представлены три доклада, посвященные актуальным проблемам современного литературного процесса и литературоведческой науки. Участников конференции объединяет стремление к научно-исследовательской деятельности, желание соотнести свои научные изыскания с общей концепцией. Конечно, возродить вот тот кружок, который был при ней, кружок эстетики, это фактически невозможно, потому что тогда он решал вопросы, ну просто информации. Сейчас, в эпоху интернета, понятно, что такого ликбеза, который существовал раньше, не существует. Но в целом мы попытались, вот мы создали кружок совместно двумя кафедрами, силами двух кафедр, кафедр зарубежной литературы и кафедр русской литературы, который называется «Литература в контексте других видов искусства». В течение трех дней будет организована работа семи секций. На четырех выступят с докладами 55 учеников. На специальных секциях студенты, аспиранты и преподаватели расскажут о результатах своих научно-практических исследований. Учителя школ обменяются опытом в преподавании гуманитарных дисциплин. Каждый раз мы не просто формально проводим эту конференцию, а каждый раз действительно получаем удовольствие. Первое, от того, что я сама ученица Татьяна Александровна Гейлер, ее дипломница, моя дипломная работа «Античные мотивы» в поэзии Александра Сергеевича Пушкина. И вот с тех пор она была моим добрым гением. И таких преподавателей, школьных учителей, преподавателей вузов среди участников конференции очень много. В ходе конференции будет проведен конкурс на лучшие ученические и студенческие доклады. Победители будут награждены грамотами, а их статьи по сложившейся традиции будут опубликованы в специальном разделе сборника по итогам мероприятия, что служит стимулом для совершенствования научно-исследовательской деятельности учащихся.